Вижу признаки движения. Дистанция 450 метров, ветер слева направо 5 метров в секунду. Вижу движение слева. Наши объекты БТР и Годжи. Дистанция 310 метров. Цель предположительно в БТРе. Объект вижу. Продолжать докладывать обстановку. Дистанция 215 метров. Вижу цель. Готов работать. Дистанция 210 метров. Ветер без изменений. Лёха, стреляй. Объект закрыт. Лёха, стреляй. Объект закрыт. Лёха, стреляй. Стреляй. Повторяю. Объект закрыт. Капитан Погожев, мы должны выполнить приказ. Мы должны уничтожить бандита. Стреляй. Кто стрелял? Кто стрелял? Кто стрелял? А шрамы действительно украшают мужчину. А я вчера даже не заметила. Ну, не до этого было. Я про тебя совсем ничего не знаю. А это естественно. Ты абсолютно не такой, как все мужчины. А ты это ещё вчера заметила? Или только что? А? Чего молчишь? Мне кажется, что я тебя люблю. А ты? Понимаешь, Ириш? Если мужчина говорит такие слова, он берёт на себя страшную ответственность. И что бы это значило? Ну, по крайней мере, это значит, что я очень ответственный мужчина. Слушай, ответственный мужчина. Ты домой-то меня хоть отвезёшь? Домой? Я такси вызвал. А дверь захлопнешь. Да, алё. Привет. Ой, привет. Татьяна, у меня такая новость. Какая? Рассказывай. А как же, ты же должна примерить свой сценический костюм. Ты что, уже купила? Я тебя обознаю. Ну, какая новость, говори. Приедешь, сама увидишь. Так нечестно. Всё, я тебя жду. Катя. Пока. Ну, целую, пока. Да, Олег, доброе утро. Я внизу, Татьяна Владимировна. Вас ждут в МВД к десяти. Я помню, я иду. Давненько этот гражданин у нас не появлялся. Знакомьтесь, коллеги, Максим Максимович Камышевский, он же Камыш. Дважды судим, 70-го года рождения. Неплохо владеет снайперским делом. Ну, Андрюху, надеюсь, вам представлять не надо. Аванс. Портфель. А расчёт? А это в другом портфеле. Ты сначала дело сделай. Ну, бывай. Объект заказ принял. Вы сдали того супчика войскам НКВД. Аплодисменты зрителей. Можешь передать привет родителям. Добрый день, Погожев. Будьте любезны, Сергей Петрович. Здравия желаю, товарищ генерал. Камыш заказ принял. Уже лечу. Удачи. Давай. До свидания. Товарищи офицеры. Сидите, сидите, сидите. Присаживайтесь. Товарищи офицеры, разрешите вам представить Татьяна Владимировна Уварова. Очень приятно. Будет консультировать нас по вопросам налоговой службы. А что, Сергей Петрович, к нашим бэхам уже совсем доверения нет? Преступления подобного рода находятся в юрисдикции нашего ведомства. А вы не ошибаетесь? Покушение на убийство, парафия прокуратуры. Уважаемые коллеги, я прошу вас быть более тактичными. И прошу соблюдать субординацию. Татьяна Владимировна, государственный советник налоговой службы третьего ранга. Слободен. Вторая группа. Объект принял. Поехали. Ведите внимательно. Объект опытный. Информацию принял. Нам стало известно, что директора химкомбината заказали. Наш опер как раз на этом его и подловил. Так что второй заказчик, он наш. Он нам известен. А вот первый, я думаю, вы нам в этом сможете помочь, Татьяна Владимировна. Конечно, если расскажете о возможных версиях этого заказа. Объект вышел из такси и вошел в подъезд. Да, понял. Вторая группа на круг и становитесь в резерве. Может, пробить подъезд? Проходной, непроходной? Сейчас побать в БТИ и посмотрим. Покушение произойдет в ближайшие дни. То есть господина Морина выводит из игры. Тогда кратко о схеме. Борис Ефимович один из крупных участников беспроблемного вывода наличных и безналичных средств за границу. Компания «Нерезидент» ввозит в страну небольшую инвестицию – 2-3 тысячи долларов. В дальнейшем, господа лжеинвесторы наращивают прибыль до сотен миллионов долларов путем купли-продажи ценных бумаг. Эти бумаги – мусор с международного рынка, но правильные по всем позициям, как у Гоголя в «Мертвых». И как я понял, в этой схеме, судя по участию вашей уважаемой конторы, налоги не предусмотрены? Не предусмотрены. По нашим оценкам, общий оборот составил около 2,5 миллиардов долларов. А в казну попало всего 30 тысяч. Подъезд непроходной. Подъезд непроходной. Приготовились к проверке? Третья группа. Принимайте объект. Есть. Принять объект. Объект вышел из подъезда. Сел в такси. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Осматриваю подъезд. Ну что там, чисто? Да какой нахрен чисто? Он обоссал весь первый этаж. Не ругаться в эфире. В схеме участвует лжеинвестор, псевдотовар и фиктивные услуги. По данным наших коллег из Соединенного Королевства, инвесторы химкомбината проставили в годовом отчете прочерк за отсутствием финансово-хозяйственной деятельности. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Сергей Петрович, прибыли из кадров на согласование и Погожев. Погожев пусть войдет, а остальные пусть подождут. Разрешите, товарищ генерал? Знакомьтесь, Уварова Татьяна Владимировна, начальник департамента спецрасследования налогового ведомства. Татьяна. Налоговая генеральша. Алексей, полковник Погожев будет разрабатывать и проводить силовую часть операции. И от его расторопности будут зависеть, сможет ли господин Морин после ее завершения сотрудничать с вами. Или господин Морин станет мементом Мориным. Присаживайтесь. Если у вас к Татьяне Владимировне нет вопросов, значит, продолжим. Алексей, докладывай. Угу. Объект прибыл по адресу Радищева, 5. Отпустил такси. Внимательно с объектом. Здесь он покружит. Спешит. Он место засады подбирает. Дом Морина как раз напротив. Угу. Это хорошо, что он спешит. Если спешит, значит, ошибок наделает. Киллера отработали по полной программе. Камыш, личность известная. Так что будем брать с поличным во время подготовки к работе. А как господин Морин отнесся к этим новостям? Ну, а как он может отнестись к новостям? Не поверил. Пока не услышал запись разговора с киллером. Потом нажрался. Здоровый кабан. Еле вынесли его вчетверо. Татьяна Владимировна, от сотрудничества с вами и вашим ведомством зависит дальнейшая судьба Морина. Ведь он, сокин сын, знает, кто заказчик. Или в крайнем случае догадывается. Завтра к вечеру я подготовлю вам финансовую схему в деталях, которую вы сможете показать Морину. Только после того, как этот бравый полковник задержит киллера. Товарищ генерал. Да. Разрешите доложить детали предстоящей операции? Да, конечно. Татьяна Владимировна, извините. Я поняла. Вы сами понимаете, да. Вы тоже свободны. Держи. Ну, выкладывай, Алексей. Алексей Андреевич! Присаживайся. Спасибо. Слушай, а Танька, бабец, ничего, а? Насчет бабца не знаю. А вот по работе слышал, спец. Алексей, ты когда киллера будешь брать, меня не забудь. Владимир Игнатьевич, я что-то не понял. В тебе что, боевое прошлое заиграло? Так давай обратно из оперов в спецназ. Я уже свое отвоевал. А, ну да. Мужики, вам что, больше не о чем поговорить? Это твое. Приятного аппетита. Дорогие соседи! Эхей! Между прочим, полвторого ночи. Вы там водичку закройте. И дверь не забудьте тоже закрыть. Ага. Я вас не слышу. Одну минуточку. Ой, дядя Леша. Здравствуйте. Ева? Да. Ну, какой же я дядя? Я просто Алексей. Извините, это я никак в себя прийти не могу после перелета. Тетка квартирантов забыла выселить до моего приезда. Со скандалом забрала к себе. Да, Жанна Емельяновна умеет подбирать квартирантов. Угу. А ты надолго приехала-то? Навсегда. Через неделю контейнер придет и гудбай, Америка. А может, в гости зайдете, дядя Леша? Ну, какой я тебе дядя? Я просто Алексей. Или как там у вас в Америке? Мистер Погожев? Кстати, тетка твоя рассказывала, что у тебя там в Америке рай, муж-миллионер. Миллионер? Задрипанный ковбой с колорадом. Да ладно, ладно. Ты все-таки дверь-то закрывай. Давно здесь не была? Угу. Пятнадцать лет. Ага. А что? Да ничего, просто многое изменилось с тех пор. Ладно, завтра поговорим. Пока. Ловлю на слове, мистер Алексей Погожев. Леша, а ты ведь серьезно рискуешь. Камыш стрелок опытный. Вдруг не успеешь перехватить. Правее поверни. Не каркай под руку. Объект, согласно графику, выехал по маршруту. Группа С. А где наш подопечный? Подопечный направляется к подъезду. Подопечный вошел в подъезд. Группе сопровождения подопечного. Докладывайте перемещения. Группе захвата. Полная готовность. Захват по команде. Докладывайте что-то вAD на неок. Продолжение следует. Докладывайте через так, чтобы увеличалось. Захват, где можно было ранен aspон. Тем стойкость. Докладывайте нас. Докладывайте شаком. Бъя цифров율. На Са epёт vineку. Сра Turkey. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Привет, Камышин. В оба глаза надо было смотреть. В оба. Что, поговорим? Заберите этого бойца в карету, ребят. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, что говорит? Говорит о чем угодно, только не по существу. Я сказал все, что знаю. За тобой, кроме попытки покушения на убийство, еще кое-какие дела имеются. Коллеги из Питера уже чемоданы пакуют. Ничего не знаю. Не догадываюсь, о чем вы говорите. Ага. Ну, там-то его прихватить не успели. Владимир Иванович, с вашего разрешения пару вопросов, Максим Максимович, вот это-то-то. Да без проблем. Мне как раз нужно было на пару минут. Мы сейчас будем говорить без протокола. И начнем с самого простого. Ты знаешь, кто я и чем занимаюсь? Конечно, Алексей Андреевич. Вы в нашей профессии человек известный. Ну, во-первых, я не в вашей профессии. Вряд ли в ней буду. А во-вторых, Камыш, мы тебя не завалили только из-за любви ко всему живому. Веришь? Вам ваши ментовские законы велят меня живым содержать. Тут с тобой не поспоришь. Хотя, интересно, что скажут заказчики, когда узнают, на чем ты погорел. Какая нахрен разница? А большая разница. Морину теперь не достать. И все из-за твоего жлобства. Второй заказ принял. Деньги взял. А подставы не заметил. Эх, Камыш, Камыш. Да, работать вы наловчились. Да, работать мы всегда умели. А ты теперь влип. Крепко. А помочь тебе только я смогу. Что, неужели отпустишь? Да, ради бога. Выйдешь, тебя тут же застрелят. Короче, ты мне заказчика. А я тебе отсидку после суда в отдельном кабинете СИЗО. Ты на зоне. Долго не протянешь. А тут в изоляторе опера будут заходить. Самочувствием интересоваться. Твое слово, говорят, крепкое. А что с питерскими? А с питерскими я разберусь. Ты там такого зверя завалил. Розыск с бандитским отделом неделю должны за тебя свечки ставить. Ладно. Только заказчика я не знаю. Позвонил человечек, слово сказал заветное. Через посредника работал. Посредник местный. Камыш, Камыш, что ты говоришь? Ты ведь инструмент всегда сам достаешь. И особой щедростью не отличаешься. А ружьишко в этот раз редкое, дорогое. Гражданин, полковник. Инструментиком снабдили. И строго-настрого сказали, чтобы не самодельничал. Это кто ж у нас такой щедрый? Ну не знаю я заказчика. Правда не знаю, Алексей Андреевич. Ладно. Проехали эту тему. Сейчас расскажешь следователю все, о чем мы с тобой говорили. Я тебя прошу, не дури. Ну что? Поговорили? Да. И очень содержательно. Гражданин Камышевский желает внести уточнение в показания. По какому поводу? По поводу посредника, Владимир Иванович. Нам еще к суде ехать за постановлением. Так что спокойной ночи. И вам того же. Сигарету дай. Ты давай рассказывай. Потом покурим. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Алло, Олег. Не спишь? А, выспался уже. Готов в машину. Едем. Да, домой. Только через Губоб. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что, прохлопал судью? Я вместо тебя Камышевскому рай на земле обещал. Последника тебе на тарелочке принес, а ты... Да ладно, ну, будет день, будет пища. Мы там все перекрыли. Две основные группы работают, плюс одна резервная. Так что мышь не проскочит. Знаешь, а завтра Камыша к суде повезем, мы этот вопрос решим. Завтра? Да. Посмотрим, что там у тебя проскочит, что не проскочит. Отнеси, пожалуйста, дежурному этот конверт, скажешь. А то варва для генерала. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Спасибо. Алексей! Добрый вечер. Добрый вечер, Татьяна Владимировна. А что заставляет налоговых генералов гулять по ночам? Оставьте в покое мой партикулярный чин и, пожалуйста, не уподобляйтесь некоторым из ваших коллег. Я прошу прощения. И за себя лично, и за своего коллегу. Бог с ним. Татьяна, а как бы вы отнеслись к предложению милицейского полковника встретился в неслужебной обстановке? А я предпочитаю с милицейскими полковниками встречаться в служебной обстановке. И по служебным вопросам. Извините. Поехали. Спокойной ночи. Есть. Спокойной ночи. Здравствуйте, дядь Лёш. Меня зовут Алексей. Повтори. Алексей. Прости, никак не могу запомнить. Вообще-то, я способная, Алексей. Давай помогу. Ой, спасибо. Тяжелые? А что ты не на лифте? Боюсь, как тогда застрять на вашем-то лифте. Зайдешь? Вы, ты, вчера... Извини. Еду еще раз. Прошу. Жаль. Не, на рыбалку сейчас не получится, потому что... Ну, на выходные. Не отвечай телефону у Гнатьевича. Может, он и судьи, и телефон выключил? Давай, набирай его. Нам бумага нужна. Что, мы бандиты какие-нибудь? И так тут битый час уже сидим, как бельмо на глазу. У нас есть выходные. Сейчас, извини. Да ради бога. Похоже, дозвонился. Поговоришь. Здоров. Судья постановление подписал, я уже лечу. Нет, ну, я постараюсь, но в городе пробки... А? Ну, да, есть, хорошо. Владимир Иванович, разрешите откланяться. Бравый полковник беспокоится. Когда задержите посредника, сразу мне звоните. Обязательно. Угу. Группа наблюдения докладывает, на объекте никакого движения. Похоже, крепко затихарился. Или там нет никого. А я чувствую, что он там. Ты где ж этот дятел с постановлением? Встать. Суд идет. Приговором суда Камышевского Максима Максимовича 1970 года рождения признать виновным. Избрать меру пресечения в виде содержания под стражей в следственном изоляторе. Меру пресечения до вступления приговора в законную силу Камышевскому оставить без изменений. На приговор может быть подана апелляция в апелляционный суд в течение 15 дней с момента его оглашения. Судебное заседание окончено. Судебное заседание окончено. Вперед. Алексей Андреевич, ребята готовы. А чё, постановление есть, а времени нет. Будем входить. Входим. Продолжение следует. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Алексей Андреевич, они нас ждали. И не дождались. Срочно звони в суд, я к генералу. Погожев, генерал, в настроении? Сейчас испорчу, соединяй. Да. Хорошо. Нет, я не могу. Что? Наташенька, я не могу. На выходные поедем к маме посиди. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Не знаю, как получится. К маме потом заедем, на выходные. Хорошо. По адресу, указанному камышом, обнаружен труп мужчины. По трупным пятнам и окоченению мёртв более суток. Огнестрельное ранение в голову. Стрелял снайпер с крыши соседнего дома. Да. Это снайпер, Коля! Увозили его! Алло! Алло! Там что-то случилось. Я могу полюбопытствовать? О, и ты здесь. Привет. Привет. А где ж мне быть? А вот кто будет в лаборатории микроскопом шеи скручивать? Ну, знаешь, сегодня людей не хватает, все на выезде. А микроскоп у Лёшенька могут и подождать. Да. Видал, вещь какая? Видал, видал. Вторая винтовка за два дня. А первую вчера изъяли у покойного. Ты знаешь, Лёша, мне кажется, это просто гений. Под таким углом, в такую жару, да ещё через тело охранника. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да. Всё правильно. Даже слишком правильно. На самом краю правил. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Добрый день. Добрый день, Татьяна Владимировна. Извините за вторжение, но служба. Я прошу вас... ...удерить мне некоторое время. Прошу вас. Потом. Я слушаю вас. У нас большие проблемы, Татьяна Владимировна. Час назад во дворе суда. Выстрелом снайпера убит Максим Камышевский. Камыш. Киллер, которого найдли до убийства Морина. А с Мориным, я надеюсь, у вас всё в порядке? Да. Он и его семья в надёжном месте под охраной. Когда я смогу с ним увидеться? В связи со сложившимися обстоятельствами. Через пару дней, не раньше. Татьяна Владимировна, я ознакомился с информацией, которую вы передали генералу. Может быть, появилось что-то новое? Без Морина, к сожалению, я больше ничем не смогу вам помочь. Я постараюсь организовать для вас встречу с Мориным, как только это будет возможно. Позвоните мне после обеда. Я в 15 работаю с бумагами, в 15.30 у меня совещание. А вам я смогу позвонить только после 16. Я понимаю, мы с вами в одной упряжке. Вынужден откланяться. Всего доброго. Откуда это у вас? Вы интересуетесь дизайном? Ну, в общем-то, да. Наверное, и секретарша принесла. Красиво. Красиво. А можно у вас узнать, где она их взяла? Ты положила мне на стол эти шарики? Я думала, я с тобой. Ну, хорошо, потом разберемся. Можно мне взять ледейн? А одного для вас будет достаточно? Для нас, да. Ну, для вас мне ничего не жалко. Спасибо вам. Пожалуйста. До встречи. До встречи. А ты где взял? У генеральши, в кабинете. Черт. Этот шарик час назад я взял в кабинете Уваровой. Утром на чердаке эксперты обнаружили такое... Да чушь какая-то, детский лебед. У нас два трупа с утра по одному делу, а вы мне всякую ерунду подсовываете. И ты хочешь сказать, что вот это новый вид черной метки? Непонятно. Угроз пока не поступало. Срочно свяжите меня с Погожевым. Полковник Погожев. Майор Сергеев. Мои люди проведут вас. А где кабинет Уваровой? Третий этаж, 107-я комната. Понятно. Первая группа на крышу налево. Третья, недострой напротив. Остальные за мной. Первая группа на связь. Шестьсот первый. На связь. Первая группа на связь. Первая на связь. Вторая. Есть вторая. Третья. На связь. Принял. Третья. Третья. Корректор hahis. Я 601-й. Что в секторах? Третье. В секторах чистое. Понял. Не может быть. Дорогу. Где кабинет Уваровой? Что? Приеду. Обязательно. Тише, тише, тише. Ну, конечно, приеду. Ну, пожалуйста, скажи мне, что тебе привезли? Спокойно. Тише, тише, тише. Дорогу. 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 Вы с ума сошли? Первой и второй группе. Атака. Третьей группе. Серьезные люди занимаются серьезными делами. Пустите меня сейчас же. Татьяна Владимировна, это вы напрасно сейчас. Пустите меня, нужно идти сейчас же. Вам никуда сейчас не нужно идти. Я сама знаю, что мне нужно, а что не нужно. А-! Ни- mosка! Щепо. Что? Очень вкусно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Третье. Дельте 6-0-1. Дельте 6-0-1. Обнаружили гнездо. Еще горячее. Ствол сбросил. Продолжаем поиск. Молодцы, ребята. Ничего не трогать. Ждите группу. Мне действительно надо ехать. Ищите его, ребята. Алексей. Это 601-й. Где моя машина? Она уже здесь, товарищ полковник. Сейчас под коню к подъезду. Хорошо. Да. Товарищ генерал, разрешите? Да, уходите. По убийству Камышевского явная утечка информации. Убийство дерзкое, суперпрофессиональное. А по посреднику он, похоже, стал жертвой сразу после заказа Морина. Товарищ генерал, мы рассматриваем две версии. По-первых, у Варова следующая жертва. Это вполне логично. Преступники, не размениваясь, убирают всех причастных. А она координирует основную часть расследования и владеет информацией. Понятно. Вторая версия. А по-второй, товарищ генерал, у Варова может иметь отношение к преступной группе. Да что? Да что вы? И что? У нас из всех фактов только этот один единственный. Единственный шарик? Ну, не совсем так, конечно. Понимаете, информации от Уваровой у нас с Голькин нос. А Татьяна Владимировна информирована обо всех наших действиях. Понятно. Ладно. Мы обязаны отрабатывать обе версии. Значит, полковник Погожев занимается жизнеобеспечением Уваровой. И, конечно, отработкой снайпера. Вы, Владимир Игнатьевич, работаете над второй версией. Только без фанатизма. Пока это всего лишь версия. Есть. Операцию буду руководить я сам. Сергей Петрович. Да. А вы будете ставить в известность Погожева о параллельной разработке? Владимир Игнатьевич, вы что, с Погожевым все никак не можете решить, кто главнее? Вам что, заниматься больше нечем? Что мне наложить руководству? Я сам к прокурору зайду. Вы свободны. Может быть. Может быть, это ошибка. Может быть, готовилось покушение на кого-нибудь другого. А вы спугнали снайпера. Есть несколько прямых указаний на то, что покушение готовили именно на вас. Это что, закрытая информация? Скорее, оперативная, Татьяна. Вам придется изменить обычные для вас вещи. Маршруты, распорядок дня. Может быть, даже место жительства и работы. Может быть, мне еще и внешность изменить? Ну, не так координарно. Давайте определимся в понятиях. Моя задача находиться между вами и опасностью. Вы должны полностью мне доверять. Может, случиться так, что времени на раздумья не будет. Вот, собственно, и все. Илюша, осторожней. Катюша. Тетя Таня. Давай, моя девочка, тихонько, тихо, 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 тихо. Осторожненько, тихо. Вот, умница, умница, тихонечко. Встала сама. Моя девочка. Моя такая умница. Моя золотая такая. Вот это сюрприз. Погожев слушает. Алексей Андреевич, эксперты закончили отбор. Оружие снайпера, та же модель. Похоже, чистое. Третья винтовка. Они их там что, контейнер привезли? Два контейнера. Второй с красными шариками. Понял. Меня генерал не спрашивал? Да ему сейчас не до вас. Он журналистскую атаку отбивает. Ну, ладно, отбой. Скажите, Татьяна, эта девочка, она кто? Это моя племянница. Ее родители погибли в автокатастрофе. Вас еще интересует какая-нибудь информация из моей личной жизни? Пока мне только нужно проверить вашу квартиру. Ну, пожалуйста, только давайте сначала где-нибудь поедим. Очень хочется есть. В неслужебное время, в неслужебной обстановке. Хорошо, я знаю одно местечко. Алексей Андреевич, что желаете? Меню не надо. Давай нам чай зеленый, два. Мне рыба с овощами, а даме ваш фирменный салат из морепродуктов. Алексей Андреевич, да вы здесь свой человек. Я открою вам страшную тайну. Пару лет тому назад мы выручили мужа, хозяйке этого заведения. Ну, с тех пор у меня здесь открытый кредит. И вы пользуетесь служебным положением? Ну, что вы? Что вы, Татьяна Владимировна? Как вы могли такое подумать обо мне? Я здесь бываю, Татьяна Владимировна, только по работе. Алексей Андреевич, а расскажите мне, пожалуйста, о себе. А давайте я лучше расскажу о вас. Очень интересно. Вы живете одна, довольно давно в большой квартире в центре. Приходите вечером домой и устраиваете идеальный порядок. А с утра просыпаетесь и все разбиваете в дребезги. А по-настоящему вы живете только работой. Очень интересное умозаключение. Но не такое сложное. Ольга Петровна, очень рада вас видеть. Что-то случилось? Это катастрофа. Татьяна, пожалуйста, подыграйте сейчас мне. Сюда идет хозяйка этого заведения, иначе мы отсюда с вами живыми не выберемся. Здравствуйте. Здравствуйте, милейший Алексей Андреевич. Здравствуйте. Здравствуйте, Гертруда Адольфовна. Я как нарочно немножко задержалась, и вот сюрприз. Такой гость. Ну что вы, что вы, что вы. Милочка, извините, я не знаю, как вас увеличать. Татьяна Владимировна, это моя коллега. Очень приятно. Татьяна Владимировна, очень приятно. Как вам повезло, Татьяна Владимировна, что вы работаете с Алексеем Андреевичем. Мне очень повезло, очень. Извините. Алло, Лисик, Лисик, привет. Это ее мужа вы спасли? Гадать, кто у нас сегодня в гостях? Да. Лучше бы это сделал кто-нибудь другой. Это мой ангел-хранитель со своей очаровательной коллегой. Лисик, ехать сюда не надо. Я тебя очень прошу, Лисик, не надо. Кому-то сказала, ехать не надо. Черт, я же не должно быть здесь. Ну вот и умничка. Телефон. Ты у меня молодец. Телефон. Ага. Да, да. Тема ее. Извините. Алло. Да, товарищ генерал. Ага. Это вас, Алексей Андреевич. Спасибо. Я слушаю, товарищ генерал. Что? Убийство? Мы срочно выезжаем. Извините, служба. Извините. Мои родные, а как же ужин? Что вы, в следующий раз, в следующий раз. Пойдемте, Татьяна Владимировна. Быстро упаковать. Пойдемте скорее. Ребята, погодите. А-а-а. Боже мой. Ну, Гертруда Дольфовна. Поужинайте по-человечески там, у себя на убийстве. Господи, прости. Счастливо. Удачи. До свидания. До свидания. Приятного аппетита. Колесо, посмотрите. Татьяна Владимировна, я вас прошу попыть в кафе, пока я не разберусь с ситуацией, хорошо? Вот и дело. Прошу прощения. Татьяна Владимировна, подождите меня здесь. А ну, иди сюда. Алексей Андреевич, это хулиганы. Я уже вызвала милицию. Спасибо большое, Гертруда Адольфовна. Спасибо. А ты насос не нашла? Полковник Погожев. Петан Ежов. Пробейте этих красавцев. Давай. Давай, давай, быстро, быстро. Послушай, дружище, у меня тут храняемое лицо и куча непоняток. Вон колесо пробили. И эти уроды. Ну, этих злодеев мы сейчас в райотдел сдадим. А что, если вы мою машину подшаманите, а потом к себе перегоните? Там в багажнике и благодарность имеется. Не вопрос. А если еще, кроме благодарности, и запасочка найдется? Найдется, найдется. А ремонт – это смежная профессия или состояние души? Ни то, ни другое. Это скорее дань прошлому. А это Надя. Моя жена. Она умерла. У меня все готово. Прошу к столу. Я иногда абсолютно не могу найти оправдание своим поступком. Наверное, все предопределено свыше. Да вы, Татьяна, фаталистка. По-вашему, выходит, что все было предопределено, когда в зал вошла Гертва Адольфовна. Очень вкусно. Откуда это? Где вы так научились? Спасибо за вас. В служебных командировках часто консервы, сухари. А вот дома. Будьте здоровы. Спасибо. Ну, правда, все было хорошо. Правда? Ой, да. Да. Давай, давай, иди сюда. Быстрее, быстрее, быстрее. Тише, тише, тише. Не падай. Ты, ты, ты предатель. Ненавижу тебя. Никогда тебя этого не прошу, слышишь? Я тебя ненавижу. Я тебя ненавижу. А что это? Постойте. Татьяна, у вас есть фонарик? Откуда? Нет, конечно. У меня есть. Где у вас предохранители? Вот там, наверное. Слушайте, может, хватит играть в шпионов? Все в порядке. Это здесь, в прихожей. Лампочка перегорела. Кстати, у вас есть запасная? А у вас что, нет лампочки? Ничего не поделаешь, Татьяна. Вам действительно угрожает опасность. А вы считаете, что эти два хулигана – это реальная опасность? Ну, как вы говорите, в нашем триллере остались за кадром кое-какие детали. Три армейские снайперские винтовки, два трупа. Это в вашем ведомстве вы все время сталкиваетесь с реальной опасностью. А у меня работа тихая, табинетная, бумажная. И неопознанный пока снайпер. Круг общения очень узкий. Сотрудники департамента, коллеги из Минфина, аудиторы, бухгалтеры. К концу рабочего дня вообще ничего не хочется. Быстрее быть только домом. Красивое место. Что? Да, красивое. Поздно уже. Извините. Завтра в восемь утра, как мы и договаривались, я буду у вас. К окнам не подходите. И мобильный телефон без крайней необходимости не берите. Хорошо. До завтра. Угу. И мобильный телефон без наказания. 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 У аппарата Алексея Андреевич, ты уже не спишь? Как раз уже нет, Владимир Игнатьевич А что случилось? Да есть информация от коллег У меня тоже есть информация А то, что меня проверяешь, что ли? Да не кипятись, дело не в тебе А в ком? В Уваровой? В том, что ты считаешь, что она крышует Морина Или что? Может быть весь криминальный финансовый мир? Леша, давай не будем, успокойся Эксперты идентифицировали оружие Все три ствола из одной пирамиды И потом, понимаешь, вся эта непонятка со стекляшками Владимир Игнатьевич, вы уже посредника и камыша уложили Вам что, теперь труп Уваровой нужен? Леша, ты порядок знаешь? Все вопросы генералу Генералу говоришь? Алло Черт Четыре часа Откройте! Кто там? Это я, Ева, кто-то лезет ко мне в фарферу Откройте! Мне так страшно, я так испугалась, так испугалась Стойте, Ева, кто куда лезет? Вы знаете, Алексей, я уже спала Мне показалось, что кто-то стучит в дверь Я пошла посмотреть в глазок А на площадке темно, ничего не видно Я вернулась в комнату, а там кто-то стучит в окно Я прибежала к вам Ну посмотри, здесь светло, бояться нечего Постой здесь Я сейчас подойду, хорошо? Поехали! 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 О artists С对方 Поехали! Chance Поехали! У bigger То двери не закрываем, то окна. Я была вашей самой преданной болельщицей. Ева, я тебя просил где быть. Но мне там страшно. Знаешь, давай договоримся, что ты не будешь будить меня по ночам. Из-за того, что у тебя раскрыто окно или шторы не на месте. Больше не буду. Так, а это уже не ветром надуло. Алексей, мне действительно очень страшно. Пожалуйста, побудьте со мной хотя бы чуть-чуть. А я вас кофе угощу. Хорошо, я сейчас подойду. Угу. 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 Стоп, детка. Угу. Вот этого всего между нами не было. Угу. Договорились? Спокойной ночи. Смена караула. Игнатьич, можете я на минуту? Алексей Андреевич, ну не я руковожу операцией. У прокуратуры есть свое видение. А вдруг все это имитация? Ты же знаешь, у этих парней бюджет, как у нашего министерства. Владимир Игнатьич, я чувствую, это не пустышка. Тут противник с армейской подготовкой. А если все-таки пустышка? Дорогая, убедительная, но пустышка. Кто будет отвечать? Володь, ты только не напрягайся. Ты же этого не любишь. Отдежурил свое, все в порядке. И плюлю. Леша, я сам знаю, где, когда и с кем мне спать. Иди, охраняй свою генеральшу. Я-то пойду. И ты езжай с Богом. Я готова. Как продвигается ваша часть расследования? Как деньги выводили, мы уже знаем. А вот где они и как их вернуть? Вот почему нам нужно ехать к Морину. Время работает против нас. Сейчас наверняка включены другие варианты вывода средств. А деньги, которые уже вывели из страны, уже кто-нибудь активно отмывает. Мы, конечно, все это проверим. А это время? Каждый из нас выполняет свою часть работы. Понимаете, Алексей, у меня складывается впечатление, что кто-то специально тормозит расследование. А мне что, не доверяют? Татьяна, подождите меня минуту. Мне тут надо заскочить в одно место. Куда это его понесло? Там подъезды проходные? По-моему, нет, товарищ подполковник. Понятно. Дворик глухой. Никуда он не денется. Мы завтракать будем сегодня? Завтракать будем завтра. А сегодня будем обедать и ужинать. ЗВУКИ В ДВЕРЬ. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Что это? Ты что, оглох, что ли? Что это шипит? Да не шипит ничего, Владимир Игнатьевич. Показалось, наверное. Не показалось, ребят. Я же сказал, что не нуждаюсь в сопровождении. У тебя насос есть? Нет. Домкрат есть. Считай, что наполовину повезло. Владимир Игнатьевич, я тебя прошу, добавлю. Держи. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Не спеши, Алексей Андреевич. Нам нужно кое о чем поговорить. Тихо-тихо-тихо. Тихо-тихо. Отдышись, Владимир Игнатьевич. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Привет работникам пробирки пинцета. Слушай, мне тут одна глушилочка нужна. Ну, твой этот прибор экспериментальный. Да, я уже подъезжаю. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Ну, привет, Леша. Здорово, Валя. Что за срочность? А-а-а. У меня к тебе небольшая приватная просьба. Вот этим скотчем заклеивают дверные глазки на моей личной площадке. Ты посмотри, может, к нему что прицепилось? Посмотрим. А что это у тебя такое? А? Датчики для системы наведения. Техника будущего. Позволяет определять местоположение движущегося объекта в закрытых помещениях. Французы в Югославии такую штуку показывали. Экспериментальный вариант. А это вроде действующий. Ну, так видишь, ты сам все знаешь. От меня что надо? Диапазон частот, на которых это будущее работает. Леша, так, давай без самодеятельности. Через рапорт. Техника очень серьезная, и по каждому такому случаю мы должны докладывать чекистам. Доложим. Доложим, конечно. Только попозже. Мне человека спасать надо. Ну, Лешка. Ну, хорошо. Только в последний раз. Слушай, а... Держи. Будет результат, я перезвоню. С меня причитается? Само собой. Да. 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 Добрый день Здравствуйте, Борис Ефимович Вы, госпожа Уварова Вы знаете, я вас представлял совершенно другой Хоть простите, вы позвольте Да, пожалуйста, конечно, да Эдакой, знаете, старушкой И совершенно неженственной Ну давайте перейдем от догадок к делу Свободны, ребята У нас с вами есть одна общая цель Сделать достоянием суда и общественности Некоторые факты, к которым вы имеете прямое отношение Вы меня простите Я не знаю, как вас звать величать Татьяна Владимировна Директор департамента спецрасследований Налогового ведомства А, так Стало быть, вы та самая Татьяна Владимировна Уварова Мисс Пятьсот миллионов Это большая честь для меня Я думал, мной будет заниматься какой-нибудь инспекторишка Но поскольку мы с вами уже знакомы И знаем, кто есть кто Я предлагаю построить нашу беседу следующим образом Я готова ответить на ваши вопросы А потом вы будете готовы ответить на мои Вы деловая женщина Вам бы в бизнес Ваш вопрос Что с моей семьей? Насколько я знаю, ваша жена и ваша дочь Находятся, ровно как и вы, под охраной Спецподразделения МВД Мне бы хотелось с ним повидаться Это вопрос не ко мне, Борис Афимович Наши с вами отношения очень простые Вы даете мне информацию? Я проверяю ее на важность и полезность для судопроизводства Дальше суд рассматривает ходатайство моего ведомства О включении вашей семьи и вас в программу защиты свидетелей Почему я должен вам поверить? Вы знаете, мои коллеги по бизнесу очень суровые люди Они могут просто не дать вам возможности выполнить ваши обязательства К сожалению, не у меня, не у вас Выбора нет Вне зависимости от вашего участия Я свою работу выполню А вам все равно, кроме нас, никто помочь не может А ваши коллеги по бизнесу Поскольку начали уже охоту на вас Вряд ли остановятся А я вам предлагаю жизнь И безопасность Так, ну что требуется от меня? Схемы и потоки вывода средств? Нет, они нам известны и понятны Нас интересуют схемы контроля аккумулированных средств за рубежом Для возвращения в страну А, хорошо 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 Я согласен С этой минуты вы ответственны за жизнь моей семьи Я расскажу вам все А что это такое? Это вам для памяти Названия, коды предприятий, суммы В общем, много полезной информации О Нет, совершенно Ни к чему У меня отличная память А тем более, что здесь Далеко не все Записывайте Я с вашего позволения Включу диктофон Бога ради Бога ради Тем более, что запись Я так полагаю В суде Не имеет никакой силы Ведь верно? То есть, вы хотите сказать, что не готовы подтвердить информацию в суде? Милая Татьяна Владимировна До суда еще дожить нужно Моей семье, мне Да и вам, пожалуй Ну, а о вас и о вашей семье позаботится государство Обо мне есть кому позаботиться Глядя на вас, я в этом не сомневался Ну-с, приступим Дети, поздоровайтесь Это дядя Володя Он настоящий театральный гример И сегодня он вас будет готовить к спектаклю Здравствуйте Здравствуйте Наталья Алексеевна Да Когда приедет тя Таня Вы приведете ее ко мне? Ну, Катюш, конечно, конечно Как прошла беседа? Господин Морин был сама любезность У него сумасшедшая память Столько номеров банковских счетов Кодов предприятия держать в голове Ни разу не сбиться Это просто какой-то ходячий компьютер С ценной информацией Тогда понятно, почему его хотят убить А мне он показался просто обыкновенным жуликом Он жулик Но уникальный Поверьте моему опыту Если бы не случай Мы бы с вами долго кружили вокруг него Ага Спасибо Спасибо А будьте любезны, еще букетик Каких вам? Вот этих Вам завернуть? Нет, спасибо Вот, возьмите Пожалуйста Спасибо А это вам Вы что, пытаетесь за мной ухаживать? Да Вы мне нравитесь Спасибо 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 Добрый день, Татьяна Владимировна Здравствуйте Ваши места вот в первом ряду Да Но перед началом вас просили зайти в гримёрную Да, конечно, а как же Пойдемте, я вас провожу Я тоже Да, пожалуйста Алексей, ну что вы в конце концов Подождите, пожалуйста, здесь Катюша Ой, привет Как хорошо, что ты приехал Ребятушки, у нас она слава Дорогая моя, ой, я тебя испачку Ну как ты Ай, шик Не надо, не волнуйся Побежали, побежали Там столько народа собралось Давай, все, помогу Катюша Все будет хорошо Катюша, не волнуйся Спасибо, давайте Вот так, Катюша Владимир Игнатьич А что вы здесь делаете? Что здесь происходит? Хватит лезть в мою личную жизнь Меня уже и так круглые сутки охраняют Заткнись Сука Саечка Заиспуг Идея А давай Слетаем куда-нибудь Давай Тогда мы слетаем В бич В бич А что такое бич Извините, а Татьяна Владимировна где? Не волнуйтесь Она сейчас заберет Катюшну вещи и придет Это чудесный лес Смотри Смотри Смотри, какие смешные Красивые бабочки Какие бабочки А смотри Какие Татьяна У нас очень мало времени Потому что скоро ваш Погожев начнет волноваться Я предлагаю сыграть вам в два вопроса Первый Что вам рассказал Морин И второе Где сейчас находятся файлы с информацией Один ответ Одна жизнь Первая ставка Жизнь вашей племянницы Играем Ну Простите Вот смотри Вот эта кнопочка А двести грамм заряда не больше Находится под коляской твоей Екатерины Нажимать Где Гарантия, что вы нас отпустите Тянешь время Ждешь Погожева Ну что, давай вместе подождем Воронок Пушистые Красивые ели Теперь ты понимаешь Почему этот лес Такой чудесный и волшебный Татьяна Владимировна, нам срочно нужно Татьяна Владимировна А теперь переходим к делу Где информация У тебя тварь есть на все две минуты На все Так не хочешь говорить? Хорошо Ну что, попробуем? Знаешь, рванет знаменитая Попробуем Информация в моем ноутбуке В сумке Я почему-то так и думал Представь себе, что ты бежишь По очень темному узкому проходу За тобой гонятся кто-то очень страшный и ужасный И ты бежишь, бежишь, бежишь По этому туннелю И видишь свет в конце туннеля И вот ты подбегаешь И спасение вроде как бы и близко Но тут пропасть перед тобой Но нужно сделать шаг Всего лишь шаг Чтобы появился мост Ну давай, делай шаг Делай шаг Быстрее Делай шаг И мост появится Ну быстрее делай шаг Ну давай Все Пояслось Большое вам человеческое спасибо Татьяна Владимировна А вот эта штучка Это муляж Оно все равно и так рванет Через Несколько минут Ну тогда у меня тоже больше ничего не получается Я хочу улететь отсюда Открой мне окно Быстрее Я улетаю Угоди Убирайся Я не хочу с тобой дружить Все Теперь с чувством Выполненного долга И глубокого удовлетворения Я могу вас застрелить Знаете, но только не из своего пистолета Из пистолета Погожева А потом всем расскажу Что Погожев Хотел вас убить А я убил его Спасаю вас Но Опоздал Вот такая вот история Блин Давайте А Алексей Я сказал, вы Люлю Алексей Катя, там, бомба в коляске Ты спасла мне жизнь, а теперь встань и открой мне окно Я не могу Можешь Быстрее Стой Сейчас без нервов и улыбаемся Где цветы? Цветы где? Мама, я умею ходить А тебя тетя Таня уйдет Поехали, поехали Спасибо Вот смотри, тетя Таня Поздравляю тебя, ой, укололась Спасибо Ты такая красавица была Ну просто прелесть Да, это так, ерунда Познакомься, Катюша Это дядя Леша Привет, привет Слушай, я тут смотрю, у тебя колесо спустило Я сейчас быстренько сгоняю к машине И покачаю его, хорошо? А мы сейчас пересядем, давай Я видел, ты уже вставала Давай, давай Тише, 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 тише Давай, осторожней Вот так, молодец Не скучайте, я быстро А он красивый Кто красивый? Дядя Леша Да? А он тебе нравится? Это он тебе нравится Извини, колесо перекачило Завтра в восемь утра, а я у вас? Ну, мне же уже ничего не угрожает Ну, если я рядом, то ничего Этими мечтами Осветим пути Этими руками Спасемся, но боль Е-е-е-е Падают дождями Тели твои Это понимая Просто спи Просто спи Просто спи Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Продолжение следует... 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 Продолжение следует...